Ну что ж, Эльдор Шамуродов все ближе и ближе к переходу в Римскую Рому. С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем обсуждать этот грядущий трансфер, который, как мне кажется, уже практически неизбежен. Мы получаем все новые и новые сообщения о том, какие будут условия по контракту с Эльдором, какие деньги получит Дженуа, нынешний клуб Шамуродова, за этот трансфер. Ну и главное, сейчас уже появилось сообщение, что завтра Шамуродов будет подписывать контракт с Римским клубом. То есть уже завтра об этом могут объявить официально. И давайте обсудим последние сообщения, последние сведения, обсудим то, сколько будет стоить Шамуродов, сколько придется заплатить Роме, и давайте представим, какие перспективы открываются у узбекского футболиста. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод Калуцкий24, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, итальянские СМИ сообщают о том, что уже завтра будет подписан контракт с Эльдором Шамуродовым. При этом уже более-менее известно, сколько он будет получать, а именно 2 миллиона евро. Деньги серьезные, но не сказать, что это те бабки, которые могут испортить Шамуродова в каком-то, знаете, морально-психологическом плане. Да, это хорошая зарплата, но это не та сумма, которая может, так скажем, развратить душу футболиста и лишить его мотивации. На мой взгляд, здесь все вполне себе адекватно, и это те деньги, которые вполне себе заслуженно будет получать Шамуродов в Роме. Касательно условий контракта, здесь все очень интересно. По всей видимости, Эльдора арендует на один сезон с правом выкупа, и полный контракт в случае выкупа будет 5 лет. Очень хорошее соглашение, вполне себе пристойное, то есть Эльдор может провести лучшие свои годы в Римской Роме, как раз эпоху своего расцвета, как нападающего. Ну и при этом хотелось бы отметить, что здесь это самое условие выкупа достаточно интересно прописано. Мне вот казалось, что Рома отметит следующий пункт, что сколько забьет Шамуродов, от этого и зависит, останется он в Роме или нет. То есть пропишут, что Эльдор должен забить, ну, например, 10 мячей. Но по последней информации, арендное соглашение Шамуродова будет подразумевать, что он может быть выкуплен, точнее он обязан быть выкуплен при проведении определенного количества матчей. То есть сыграет двадцатку встреч, окей, значит появляется в основном составе и на следующий сезон, значит его выкупают. С одной стороны, это достаточно хороший пункт, потому что, согласитесь, голы это вещь нестабильная. Может быть в первом сезоне у Шамуродова не пойдет вот именно с забитыми мячами. Может быть он сосредоточится на голевых передачах, тем более, что не исключено, что его будут использовать как оттянутого форварда или флангового. В результате выйдет такая ситуация, что вот Шамуродов не забьет нужного количества мячей, поэтому будет как раньше полезен в обороне, будет подыгрывать партнерам, но вот не забьет, допустим, там 15 голов, которые пропишет Рома, и все, он вернется обратно. С проведенными матчами, вот как мне кажется, здесь все куда актуальнее. И вот как раз этот пункт подойдет Шамуродову, который не факт, что забьет много мячей в первом сезоне за Рому, но при этом, мне кажется, он будет приносить много иной пользы, потому что он и в защите пашет, он хорошо работает на флангах, хорошо смещается, хорошо оттягивается. И поэтому то, что ему прописали именно этот пункт, что вот нужно сыграть определенное количество матчей, на мой взгляд, это плюс. С другой стороны, в этом есть и минус, потому что в определенный момент Рома может просто забраковать Шамуродова таким образом. То есть, допустим, там будет прописано, что Эльдор должен сыграть 20 матчей в сезоне, и тогда его выкупают. И вот, допустим, Рома даст Шамуродова сыграть 19 встреч, а на 20-ю просто не будет выпускать, и отправит его в резерв или вообще в дублирующий состав, в Примаверу. И в результате получится, что вот Шамуродова прокатят с этим самым выкупом. Поэтому здесь такая палка о двух концах, но мне кажется, что в целом у Эльдора есть тут неплохие перспективы. Касательно того, какую сумму заплатит Рома, по последней информации, аренда составит 2,5 миллиона, ну а выкуп 17,5. Для Дженуэра это, конечно, супер сделка, потому что с 7 миллионов до 20 почти в три раза выросла на Шамуродова. За один сезон. Это круто. Но я напомню, что Дженуэра выкупала Шамуродова за 7 миллионов. Плюс там еще миллион в качестве бонуса, по-моему, за количество забитых мячей. Но так или иначе, даже 8 миллионов, все равно это круто. С 8 подняться до 20. Плюс к этому, есть очень важная опция, что если Шамуродов будет продан Ромой в другой коллектив, уже дальше, 10% от этой сделки перейдет Дженуэра. Так что на данный момент мне кажется, что Дженуэра может быть вполне себе доволен вот именно этими условиями. Да, конечно же, они в идеале рассчитывали на то, что Рома сразу выкупит футболиста одним платежом, без вот этой аренды и так далее. Но так как условия аренды достаточно либеральные, то есть Шамуродову нужно просто провести определенное количество матчей и тогда его выкупят, я думаю, Дженуэра, в принципе, с такой постановкой вопроса согласен. Ну и, как мне кажется, 20-ка, заплаченная за Шамуродова, ну, вместе с суммой выкупа, она может стать определенным гарантом того, что он будет получать игровое время. Потому что сейчас, если мы посмотрим на Рому, они не так часто вкладывают серьезные деньги в новобранцев. И если они так вложились в Эльдора, ну, скорее всего, ему дадут шанс, как минимум. А если посмотреть на других нападающих, ну, Джеку уже староват, его как раз и нужно потихонечку менять, и Шамуродов, купленный за приличные деньги, как раз и будет потихонечку теснить Джеку. Ну, а Майораль, ну, он, конечно, интересный, малый, но, во-первых, он нестабилен, во-вторых, он футболист, который, на мой взгляд, может быть не столько конкурентом Шамуродова, сколько его напарником, потому что Майораль и Шамуродов, мне кажется, это будет неплохая связка. И тот, и другой могут действовать и в оттяжке, и на острии атаки. Ну, и в-третьих, Майораль обошелся дешевле Роме. Поэтому сейчас, с точки зрения клубной стратегии, куда логичнее дать шанс новому и более дорогому нападающему, чем продолжать верить в испанцев. Хотя я думаю, что Майораль и Шамуродов могут стать очень неплохой связкой в столичном клубе. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.